Это мы сами все сделали, раскрасили. Значит, вот эти вот четыре книги, они подарены Путину, Медведеву, Лукашенко и видели в библиотеке. А уж будут, слушать не будут. Наше дело говорить о Христе, а уж как Бог даст. Без креста нет жизни, вот в чем дело. Если жизни без креста нет, то и ничего нет. А вы откуда? Барнамут. Ну, а я думала у нас вы. Да нет, ты с Алтайского края, с Сибири приехали. И мы приехали, это примерно уже 300 сел, городов, и сколько мы странами ехали. А такая только одна? Одна. Это все они разные. Это все разные. Это я потратил полвека на это, чтобы мне материал собрать. Я делал занятия в воинских частях, милиции. Это ответ на вопросы жизни, политика, экономика, культура, искусство, семья, работа. Как наладить жизнь во Христе? Как спасти души наши? А вы не в монастыре? Нет. Я не в монастыре. Я работаю с людьми конкретно, отдельно, там, и с милицией, и с заключенным. Потому что я там был, я в пяти тюрьмах отсидел, за Слово Божие. Я знаю, о чем они думают. И когда книги попадают, эти люди возрождаются, делаются другими. Это Бог только может сделать. Человеку это невозможно. Конечно. Тут я говорил директору, то он может быть даже снять вот эти четыре документа, мы увидим, копию, серо-копию. А там мы едем, как свет нас печатает в газеты. Сейчас девочку. Живой человек, 27 лет, ну все, по-моему. Да, но он... Это другое дело, но главное попадает, люди эти все время под давлением, под обстрел. Да. А другой, совершенно, говорит, человек не знает, зачем живет. Мне жалко Толстого, вот Лев. В конце концов он все равно не споглядывался. Это у меня презентация книг в университете идет. Это профессор сидит, смотрит. А это у нас, я в начале детского лагеря, дети выступают, концерт ставят. Без помощи... Почему они одеты так? Одеты так, это на службе, так и должны быть одеты. На всех иконах так одеты. Это благоговейно, а в этой книге, которая здесь... Так это необыкновенный лагерь? Православно-христианский. Дети, которые ничего не знали. Они за один месяц уже думают больше, чем за всю предыдущую жизнь. Это во время проповеди, люди сидят слушают проповедь. Тут прямо подписано, какие места, писания. Вот это мой брат. Мы строим с нуля деревню православную. Это старосты деревьев. Это брат мой. Это Ирина, отец Айтин. То есть... Да, я даю тебе возможность. Так, хотели копию снять? А, идите к Яше, сделайте копии и возьмите. 4. А мне эти вернете тогда? Сера копии. И верните. Да, вот эта вот статья. Сделайте у вас сервис, она останется у вас. Это документы. Мы приехали и уехали, а утром нам есть и скажут, кто такой был. А это, смотрите, я сейчас скажу. Вот смотрите. Православная, русская православная церковь, московский патриотар. Патриотека какая-то благодарит за книги, которые я им дал. То есть отношение церкви. А вот на этом, кстати, там 50 книг выношительных. 12 томов Раназа Томовства, 12 книг Жития Святых. Скорчал, долго можно слушать. Люди Христа не знают. Самое главное. Сегодня церкви-то открыты, а священники жалуются. Храмы пустые. А почему? А это вот крестный ход. На Пасху. Эти Христос воскрес. Это батюшка вышел. Видите, иконы. Божья, мать, как одеты? Мы уже не можем оспаривать. Так всегда было. Благоговеренно. Мусульманки идут. Посмотрите, как они одеты. А они не просто. Это не главное. Ну да. Главное здесь. Но соблюдать надо. Ну конечно, в храме же не расцветано стоит. Можно покрыть голову. Голова должна быть покрыта. Я ищу и не нахожу. Серафия, Саврофсиан, Кронштадтский. Нет, нет, нет. Игнатия Бринчанина. Еще есть Бринчанин. Так вышел 6-томник и даже, кажется, 7-томник. Можно найти. Потому что в Арсануфии именно Бринчанинова очень почитали. Я хотела посмотреть. Тут много о нем написано из зимы в зиму. Да. Вот в каждой книге примерно 3000 ссылок на Священное Писание. Здесь не просто так. Вот смотрите. Меня студенты задают вопросы. Вот вопрос он задан. Я на него отвечаю 6-ю поэтами. Кто это сказал? Дальше, что такое Священное Писание? Дальше, кто сказал это? Федор Тючер. Дальше, что говорит Святая Библия? Дальше, опять, стихотворение. А как Вы смотрите на Тючча, да? Как он жил? Вы обращаете внимание на… Понимаете? Понятно. Потому что человек должен расти. Если он не имеет влияние на людей, он должен сам быть примером. А получать очень великие люди, что они за себя не очень бывают. Вот как Тургенев. Не только Тургенев. Там и Толстой. Там и Тургенев. Там и Тургенев. Там многие. Кроме Достоевский, Гоболь. Еще так. Я Вам скажу причину какую. Когда с дьяволом разговаривал Святой Антоний. И спрашивает, а ты как питаешься? Он говорит, один раз в неделю. А дьявол говорит, я совсем не ем. А сколько я спешу? Он говорит, один час в день. А дьявол говорит, я совсем миллионы лет не сплю. А что ты не любишь? Тебе смирение. Дьявол говорит, терпеть не могу. Вот смиренно-мудрее – это главная черта христианина. Святые отцы сказали, апостолы сказали, мне надо принять благоговеренность и сказать, да царствует Дух Святой во мне. Жить по воле Духа Божьей. Слышать голос, то есть не этими ушами, а сердцем. И что Бог повелевает? Вот мы услышали. Господь сказал, я тебе дал это. У нас церкви были закрыты раньше. Так мы ходили в другие села на исповедователи. Я говорю, мама, очень рано, в шесть часов быть там. Она говорит, а тот тебя ждет еще с четырех там. Тебя выждет. В смысле как? В житиях святых есть такое. Там, кажется, Георгий Сикиот или Симеон. Мама была у него неверующая. А церковь далека. И он туда ходил. Она проснется по стерквам. Она пошла в храм, взяла его за волос и домой притащила. Но ей Георгий по бедоносию явился и сказал, еще раз тронешь, я тебе… Да, потому что силой нельзя. Нельзя трогать. Он идет в храм. А там волки. И его говорит, я охраняю. Мать-то не может понять, как это. Ох, шикарно. Так вот это теперь. Это героя. И это моя. Так это у вас одна-две? Посмотрите. А эти? Это одна-два. Дополнительно не сделали. Это моя. Вот. Два. Так вот это три. И еще одна четвертая. Так, подождите. Вот. Это ваше. Ага, это меня не сделали. Так. Вот она моя. Четвертая. Раз, два, три, четыре. Все. Посмотрите. Все, да? Все, да. Ну что, благословите нас путь. Да, да. Чтобы у вас... Так это у вас тоже только говорили? Или терраспорт? Терраспорт, да. Терраспорт, да. Терраспорт. Волдове? Уже неизвестно к кому относится. К Богу. Мы хотели поехать туда. Пойдете, да. Там, главное, людей хороших. Мы вчера только в Софии были. Кирилла и Мефодия туда. А, где? В Болгарии? В Болгарии? Так у меня, посмотрите. Мы же близко. Ой. Сейчас я вам покажу. Так, это Белоруссия, Украина. Видите, какое дали нам в этой Сербии похвально. А вот, София, Болгария, Кирилла и Мефодия в библиотеке. Точно такая же. Потому что Господь мне на сердце положил отдать все. Да, конечно. Чего вы? Надо раздать богатых. Три тысячи часов провел за компьютером. И все еще глаза глядят. А это наши братья Виктор и Николай. Мы вот поедем еще месяца два будем ездить. Пока вернемся. Так что помолитесь за нас. Мы поедем, а вы помолитесь. А мы за вас. Спасибо.